самые вредные продукты для почек. Уберите их, ведь они губят ваши почки. Помните, что почки это второй фильтр нашей крови после печени, и этот фактор специфический ее особыми функциями. Этим и обусловлен список вредных продуктов для почек. Если вы не хотите получить почечную недостаточность, если у вас уже есть признаки болезни почек, а для понимания есть они или нет, смотрите мое видео под названием «Скрытые симптомы болезни почек». Итак, проблемы и продукты. Вот важные правила. Первое – сахар и вообще все сладкое, соки различные, фруктовые и так далее. Повышенное количество сахаров питания вызывает инсулинорезистентность. У кого-то потом следующую стадию – сахарный диабет второго типа. Помните, что высокое содержание глюкозы в крови просто уничтожает почки. И не только. Нервы, кровеносные сосуды, сердце и почки – вот что в первую очередь страдает от повышенного сахара в крови. Но почки больше всего разрушаются от сахара. Разумеется, никакие газировки сладкие не пить никогда. Все эти придумки химической пищевой промышленности. Помните, в этих газировках есть ортофосфорная кислота, которая, помимо сахара, тоже предельно вредна. Эта кислота тоже разрушает почки. Более того, третья проблема – фосфор, который содержится в этой, ну что вполне понятно, ортофосфорной кислоте, он тоже губит почки. Итак, газировка 3 в 1 губительна. Только природное питание, помните об этом. Если есть сахар в моче, то у вас есть воспаление в сосудах и в почках. Сосуды становятся менее эластичными, а часть клеток почек не может уже работать. И оттуда, в том числе, растет давление, повышенное кровяное давление. Оттуда есть вторая главная проблема почек. Это артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление. Или, как это неправильно называют, люди гипертонии. Значит, вторая глобальная проблема – это минимум соли в рационе питания для людей, у кого есть хоть какие-то проблемы с почками. Особенно, внимание, если у вас есть артериальная гипертензия. Помните, повышенное давление в артериях разрушает почки механически. Именно из-за чрезвычайного давления на почечные клубочки, на клетки почек. Это вызывает и фиброз почек, и снижение их функций. Ну а чем больше натрия вы едите, то есть соли, тем это положение ухудшается. Но знайте, чем больше натрия вы едите, тем необходимо организму больше калия, ведь он компенсирует частично воздействие натрия. Я подробно это пояснял, как это происходит в моем видео, которое называется «Почки. Что их разрушает и что укрепляет 7 правил защиты почек». Посмотрите в плейлисте «По почкам», ссылку на который я оставлю вам под этим видео. Потребляйте не более 2-3 грамм, но максимум 5 соли. Но, внимание, не солите и считайте только эту соль, а имеется в виду соль, которая содержится во всех продуктах, которые вы едите в течение суток. Так вот, не более 2-5 грамм. Где много калия, вы можете посмотреть сами по табличкам, какие продукты его содержат. Но скажу, что рекордсмен, конечно, авокадо. К тому же он полезен еще и по жирам своим. Но если у вас запущенные уже болезни почек, и вы могли об этом слышать, то много калия есть нельзя. Вот тут такая дилемма. Некий порочный замкнутый круг. Как быть? Ну, во-первых, тогда категорически убрать соль до самого минимума. Убрать сладкое из питания, это во вторую очередь. Почечные сборы травяные по назначению. Ну, а как улучшится состояние, то тогда поднимать потребление калия. Ну, с продуктами питания. Но, понятно, минимум острых специй. Максимум я рекомендую оставить куркуму, черный перец. Мало, скажете, но это лучше и достаточно. Ну, чеснок тоже можно. Следующая проблема, это аксалаты. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте. Мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено. Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Следующая проблема, это аксалаты совместно, тем более с кальцием, с неорганическим кальцием. Такие комбинации превращаются в аксалатные камни в почках. Какие продукты этому способствуют? В первую очередь шпинат, щавель, ну то есть та зелень, которая содержит щавелевую кислоту. Потом картофель, киви, миндаль, ботва свеклы и все посленовые продукты. Это исключительно. Минимум варить и жарить пищу, минимум. Категорически не варить щавели шпинат, не есть супы из них категорически. Эту зелень можно есть свежей, но не варить. Именно варка превращает органические кислоты в нерастворимые кристаллы. Дело тут именно в преобразовании минералов из органической формы, в живых продуктах, содержащихся, в неорганические формы после варки и жарки, то есть после термообработки. Подробно, как, что и почему. Я пояснял вот в этом моем видео, почему не стоит варить и жарить пищу. Пить надо только воду, мягкую воду, без солей и жесткости. Помните, что делает кальций совместно с эксалатами. Кальций, конечно, нужен, но только в органической форме. Его очень много в живых, натуральных овощах и зелени. Так что не волнуйтесь, с кальцием проблем не будет. А вот вареные и жареные продукты не дадут вам органический кальций. То есть, например, арогонит кальция. А карбонаты кальция, которые содержатся в воде, чрезвычайно вредны для почек. А в этой связи смотрите мое видео, которое называется «Какую воду можно пить?» Кофе и чай категорически не пейте, ну кроме травяных отваров. Надеюсь, верю, что алкоголь в принципе любой разумный человек не должен потреблять никогда, и это очевидно для вас. И еще, не допускайте дефицит витамина D3. Он чрезвычайно важен, необходим для почек. Что еще предельно вредно для почек? Ну, конечно же, мясо. Дело в том, что азотистые продукты распада, а мясо это концентрат азота, создают огромную нагрузку на почки. Огромную. Но по выведению мочевой кислоты азотистых оснований из-за избытка пуринов происходит отложение уратов в почках, и это губит почки. Если есть хоть какие-то малейшие дисфункции почек, никакого мяса категорически не есть. Ешьте умеренно чечевицу и немного орехов в плане белков. Боитесь за какие-то незаменимые аминокислоты, хлорелоспирулина, но немного. Естественно, никаких улучшителей вкуса. Глутамат натрия убивает почки. Никаких консервантов, красителей, эмульгаторов. Ничего того нельзя есть, что производит химическая пищевая промышленность. И это губит почки в первую очередь. Ведь почки есть наш главный фильтр по выведению токсичных веществ из организма. Да, никаких вредных производств для людей больных с почками категорически не допускать. Например, запахи ацетона. Через легкие все ядовитые вещества всасываются в кровь, а дальше уже выводятся почками. Помните про это. Также категорически не ешьте так называемые молочные продукты. Вы уже не грудной ребенок. Вы перестали пить молоко своей матери. Все остальное это извращение. Я подробно и много лет назад об этом рассказывал. Ссылку на одно из таких видео я оставлю вам в описании. Единственное, что безвредно из молочных продуктов, это сливочное или топленое масло. Ну и еще раз скажу, у кого-то сейчас возникли протесты от того, что вы любите эту пищу. Хотите есть и хотите успокоить себя, чтобы есть это любимое и дальше. Ну а там как кривая вынесет. Так вот, неправда, что не остается никакой еды. То, что нельзя, это всего лишь 2-3% из еды. Другой вопрос, что я не виноват в том, что то, что является едой для человека, видовой пищей для вас не является пищей. Так вот, сотни видов продуктов есть можно и нужно. И об этом, какие конкретно, я рассказал в своем видео, которое называется «А что же тогда есть?». Посмотрите его непременно. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.